Привет, дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать вам про две боксерские фишечки, которые помогут вам раскрыть своего соперника, заставить его ошибиться и, соответственно, ошибся, раскрылся, можно бить, да, можно его за это наказать, нанести удар и, возможно, этот удар будет решающий, которым вы сможете вырубить своего соперника. Также, друзья, будет история из жизни, но обо всем по порядку. Погнали! Погнали! Распространенная ситуация в ринге, когда вы боксируете, ваш соперник подготавливает комбинацию какую-то, да, какой-то удар, раскрывает вас и бьет. Вы пропускаете удар, потому что были не готовы к контратакующим действиям, были не готовы ударить навстречу, потому что не знали, да, когда будет этот удар. А как сделать так, чтобы ваш соперник бил именно в тот момент, когда вы готовы сработать навстречу, либо сработать на контратаке? Самый простой способ, друзья, он не единственный, но самый простой, это чуть-чуть опустить руки, показать, что вот вы здесь чуть приоткрылись, может быть, даже не чуть-чуть, а совсем опустить руки, да, показать своему сопернику, что вы не готовы, да, защищаться. Так устроен человек, так устроена наша психология, что ваш соперник в любом случае, даже если он суперосторожный, он все равно будет наносить удары. Попробует левой, потом правой, потом двойку, тройку на счет кидать, он захочет все равно как-то реализовать свою атаку. И здесь, друзья, все, конечно, уже зависит от вашего мастерства, как вы отрабатывали свои контратакующие действия, как вы работали удары навстречу, как вы их отрабатывали, насколько вы сможете все это свои задумки реализовать. Вот это, друзья, самый простой способ, опустили, все, пошла атака, и здесь вы точно знаете, сейчас она пойдет, атака, и сейчас вы сможете его встретить, либо сработать на контратаке. Второй способ заставить соперника бить тогда, когда вам необходимо, когда вам нужно, когда вы готовы сработать на контратаке, либо навстречу, это пропустить, умышленно пропустить легкий удар. То есть, показать своему сопернику, что вот вы пропускаете, что вы не готовы защищаться, и тогда ваш соперник опрометчиво кинется, так скажем, добивать, еще попасть, еще реализовать свои возможности. И здесь совершит ошибку, на которой вы сможете его поймать, да, и сработать здесь навстречу, либо на контратаке. Я такой способ новичкам не рекомендую, да, то есть это только для опытных мастеров. Говорят, что таким способом активно пользовался Николай Королев, заслуженный мастер спорта, боксировал в тяжах, тяжелом весе, еще давным-давно, да, там 60-е годы. Ну вот, говорят, он активно, да, пользовался этим, то есть именно шел вперед, пропускал там легкие удары. Противник, видя, что попадает, да, начинал вкладываться в эти удары, то есть, ага, видишь, что, ну вот, попадает, раз-раз-раз-раз, начинает вкладываться, начинает думать, что все в его руках. Вот сейчас он попадет и точно вырубит уже Николая Королева. И именно вот в этот момент он бил, бам, навстречу, где-то на контратаке срабатывал, когда противник ошибался, да, то есть он именно старался сильно ударить. Ну, когда мы бьем, стараемся бить сильно, да, мы, соответственно, затягиваемся, где-то раскрываемся, замахиваемся. И, ну, совершаем ошибку, за которую Николай Королев своих соперников наказывал. Повторюсь, новичкам не рекомендую, да, делать это, но, тем не менее, такой способ есть, о нем тоже нужно сказать. И боксер, да, который совершенствует свое мастерство, то есть тоже о нем должен знать и должен, как бы, иметь его в виду. Гол, гол, точнее. Ну, что, друзья, теперь к истории. Расскажу вам, как можно в жизни применить то, что сейчас я вам рассказал, да, то, что можно применить в ринге, как можно это применить в жизни. То есть заставить своего, так скажем, оппонента делать то, что вам выгодно, да. История произошла с моим товарищем, но я непосредственно тоже в ней участвовал, поэтому все, как бы, знаю в деталях. Значит, товарищ занимался тем, что продавал, покупал и перепродавал золотые изделия, да, то есть именно вот по объявлению, тогда еще интернета не было, вот он давал объявления в газету и покупал какие-то, да, там, вещи и золотые украшения, там, все, и потом, соответственно, их также мог и сбывать, да, перепродавать. Ну и, в общем, приезжает он как-то на один адрес, где, значит, ему позвонил он, так скажем, клиент, да, и говорил, хочу вот купить там такую-то, такую-то цепочку, там, туда-сюда. Все, как бы, мой товарищ приехал, пришел, да, вот они встретились там возле подъезда, он ему показал цепь, цепочку золотую, да, такую толстую, золотую, вот он показал. Тот парнишка, покупатель, посмотрел, прикинул, да, цепь хорошая, сейчас я зайду в это, вот такая-то квартира, там, зайду, типа, там, покажу, примерю, там, жене или, там, на весах взвешиваю, ну, то есть что-то, что-то зачем-то как-то нужно было ему ее взять, да. Хорошо, конечно, мой товарищ согласился, ну, так бы, он такой здоровый, крупный, такой, уверенный в себе, да, пожалуйста, конечно, сходи. Ну, все, стоит, ждет его. А он, значит, заходит в подъезд, а там этот, это было такое общежитие, где, в общем, есть еще второй выход, да, черный вход. И он, соответственно, зашел в центральный, а вышел, что, из черного входа и, соответственно, смотался, смылся. Ну, мой товарищ там его подождал, да, зашел, вышел, там, поднялся в эту комнату, понятно, там такие люди не живут, то есть все, потерял свою цепь, да, лоханулся, так скажем, да. Обратился в милицию, да, милиция все взяла все это в оборот, соответственно, человека там установили, там, номер телефона его есть, все установили, он оказался там уже такой, уже привлекался, так скажем, да, употребляющий там вещества. Его быстренько нашли, самое, что интересно, да, нашли, поймали, все там с ним туда-сюда, там, у него там адвокат, его допросили в качестве подозреваемого, там, все-все-все-все. Он сказал, что, да, цепочку он там реализовал, деньги потратил, он готов там все возместить, все-все-все, весь ущерб возместит, все-все-все. И, соответственно, ну вот, как бы, суть до дела, вот они расходятся, его отпускают на подписку о невыезде, и, значит, как-то этот злоумышленник, да, звонит моему товарищу и говорит, Слушай, вот подъезжай, вот я вот готов тебе там деньги отдать, все, готов там возместить, давай, приезжай. Мой товарищ на машине приезжает, значит, к одному адресу, да, там, определенному, который он назвал. Тот, значит, злоумышленник выходит, да, садится в машину и говорит, денег у меня нет, но вот есть телефон, вот могу тебе телефон пока дать, давай там, как бы, замнем это дело, там, все-все-все, вот телефон пока я тебе дам, сейчас буду потихонечку тебе отдавать, все-все-все, вот готов телефон дать. Мобильный телефон, такой, знаете, на тот момент дорогой, такая раскладушка, по-моему, была, то есть, ну, дорогой телефон, все, дает ему. Мой товарищ, конечно, без задних вообще мыслей, ну, соглашается, берет этот телефон, да, берет телефон, кладет в карман, все, вопросов нет. Тот выходит, все, и уходит, все, мой товарищ уезжает, думая, что, ну, там, не сегодня, а завтра, там, еще принесет ему за эту цепочку, там, еще денег, еще. Что происходит дальше? Дальше звонят моему товарищу из милиции и говорят, у нас есть заявление, что вы совершили на разбойное, чуть ли не разбойное нападение, да, и забрали этот телефон вот у заявителя. Ну, мой, естественно, товарищ вообще в непонятках приезжает в милицию, да, дает расклад, как было дело, но этот телефон, оказывается, злоумышленник взял у своей подруги, да, взял у своей подруги, сел в машину, да, отдал телефон, а потом поднялся и сказал своей подруге, что я пришел с телефона, у меня его просто этот человек забрал, да, то есть, забрал телефон, сказал, если, ну, не отдашь телефон, я сейчас применю, там, насилие к тебе, да, и забрал телефон. Ну, соответственно, они вместе со своей подругой пошли, написали заявление, так, мол, и так, вот, забрал телефон, понимаете? И, получается, мой товарищ, да, из, как бы, потерпевшего тут же превращается тоже в преступника, да, так скажем, в человека, совершившего преступление, да. Все там в отношении него, все пошла, сразу проверочка, там, все, уже чуть ли не дело возбуждают, там, все-все-все пошло. Он звонит мне, рассказывает всю эту историю. Я на тот момент занимался еще боксом, да, то есть, уже там работал тренером, и у меня были тоже товарищи, которые тоже занимались боксом, да, ну, и они впоследствии там пошли работать в милицию. То есть, есть, как бы, друзья в милиции, там, город небольшой, я, соответственно, обращаюсь тоже к ним, подключаю все свои связи, приезжаю туда, там, туда-сюда, там, хорошо там нашлись, вот, там, в отделе полиции, в милиции еще в этот момент тоже хорошие люди, так скажем, да, которые занимались боксом. Всю эту ситуацию разрулили, но очень сложно, очень долго, то есть, мы, как бы, ну, говорим, что произошло, ну, нам понятно, не верят, да, то есть, милиционеры, ну, вообще, они никому не верят изначально, там, ни тому, ни тому, ну, вот, есть заявление, давайте разбираться. И там всю ночь, в общем, мы провели там в милиции, доказывая, что мы, в общем, невиновны, ну, и, так скажем, если сократить эту историю, да, все удалось, все получилось, все это дело замять, так скажем, да, примять, то есть, дать такой охот, который нужен был нам, то есть, этот телефон, вернули этой женщине, и чувак этот остался, как бы, должен за эту цепь деньги, и потом он тоже деньги вернул, все-все-все, там, все, то есть, разрешилось, и, соответственно, то первое уголовное дело тоже было прекращено, да, за, ну, как возместил ущерб, да, за человека. Вот такая история, друзья, понимаете, как может все повернуться, да, да, то есть, сел в машину, да, злоумышленник, дает телефон, на, бери, вот, пожалуйста, то есть, опускай от руки, да, на, бей, все, вот я, вот телефон, на, забирай. Мой товарищ на это купился, да, то есть, взял телефон и тут же превратился в человека, который подозревается в совершении преступления, да, видите, как все может обернуться вообще с ног на голову. Ну, что, друзья, кому понравилось, ставим палец, всех с наступающим праздником, с Днем Победы, с Днем Победы над фашизмом, фашистской Германии. Что можно сказать здесь, нацизм не пройдет, да, мы победим, победа будет за нами, ставим палец, подписываемся, до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!